Все, спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня у нас с вами будет проходить беседа по основной образовательной программе начального общего образования как механизм реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. В процессе с вами нашего общения мы сегодня запланировали для вас пояснить те изменения, которые были внесены приказом, который был утвержден вернее зарегистрирован в менюсте 12 декабря 2011 года по структуре самой основной образовательной программы и по этой презентации мы с вами разберем все те моменты, которые должны быть внесены в эту программу все изменения. Но кроме презентации, которую вы можете скачать даже в период нашего общения вы можете воспользоваться также методическими рекомендациями которые в полной мере отображают все подробные изменения которые должны быть внесены в нашу основную образовательную программу написанную в ваших образовательных учреждениях. И эти методические рекомендации вы точно так же можете скачать. Если у вас возникнут какие-то сложности со скачиванием данных материалов то есть презентации методических рекомендаций вы потом можете найти их на сайте нашего института повышения квалификации в подразделении кафедры начального общего образования в разделе семинары. Эта информация будет предоставлена там размещена там. И так же до конца этой недели будет размещено видеозапись нашего вебинара вы ее так же можете потом воспользоваться. Ну и по окончанию того, как я вам расскажу данные изменения вы сможете задать все интересующие вас вопросы касающиеся и основной образовательной программы начального общего образования и планов неурочной деятельности и всех отдельных вопросов, которые у вас возникли за последнее время. Спасибо. Итак, коллеги. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, который был утвержден 22 сентября 2011 года под номером 2357 и утвержден в Министерстве Российской Федерации 12 декабря 2011 года, который называется «Внесение изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6 октября 2009 года. Изменения мы сейчас с вами рассмотрим, те, которые вносятся в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Первое изменение касается пункта 16. В пункте 16. Основная образовательная программа начального общего образования должна реализоваться через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с антонами. Теперь в основной образовательной программе должно содержаться три раздела. Это целевой, содержательный и организационный. Я немножко поясню, почему такие изменения были внесены в пункт номер 16 нашего стандарта начального общего образования. Это связано с тем, что целевой, содержательный и организационный разделы были изначально внесены в структуру программы основной образовательной, основного общего образования. В связи с этим, для того, чтобы соблюдать преемственность и было легче проектировать в дальнейшем основные образовательные программы на ступени основного и старшего звена школы, такие изменения были внесены и в нашу основную образовательную программу начального общего образования. В пункт 19.1 также были внесены изменения, где в пояснительной записке должны раскрываться не только цели, принципы и подходы к формированию основной образовательной программы, и также вся общая характеристика программы, которую, коллеги, мы рассматривали в наших методических рекомендациях, написанных ранее и которые были опубликованы на сайте нашего института в апреле 2011 года, прошу прощения, и в этот пункт 19.1 еще добавлены общие подходы к организации внеурочной деятельности. Но в наших методических рекомендациях, которые были написаны ранее, это уже учтено. То есть в структуре основной образовательной программы, той пояснительной записке, которая прописана в опубликованных методических рекомендациях, там рекомендуется как раз прописать общие подходы к организации внеурочной деятельности. Поэтому если вы в ваших школах в основной образовательной программе в пояснительной записке это прописывали, значит вам в соответствии с пунктом 19.1 делать никаких изменений не нужно. Пункт 19.3 также немножко изменен. Почему такое количество часов было скорректировано? Для различных систем учебников, учебно-методических комплексов данная корректировка должна была все-таки быть внесена. И ее вот в пункт 19.3 внесли. Следующее изменение было определено в пункте 19.7. В пункте 19.7 ранее в структуре основной образовательной программы была обозначена программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Сейчас данная программа имеет следующую формулировку. Это программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. То есть здесь есть необходимость внести дополнения, которые будут связаны с экологической направленностью. Дальнейшее изменение, которое тоже мы должны учитывать при разработке основной образовательной программы, пункт 19.10, он добавлен. То есть его ранее не было. В нем говорится про план внеурочной деятельности, как организационный механизм реализации основной образовательной программы начального общего образования. Ранее в стандарте обозначено этого пункта не было, потому что изначально, когда был утвержден стандарт в начальной школе, подразумевалась реализация плана, где будет инвариантная и вариативная часть. То есть где в одном плане будет учитываться как урочная, так и внеурочная деятельность. Но когда у нас пришло, вернее, первое изменение, и в соответствии с приказом, который был утвержден 4 февраля 2011 года в Минюсте Российской Федерации, это приказ о внесении изменения в основную образовательную программу, где говорилось, что основная образовательная программа должна быть уже реализована через учебный план и внеурочную деятельность. Но о плане внеурочной деятельности ничего не говорилось. Поэтому сейчас эта корректировка была доработана и внесена как отдельный пункт. Теперь у нас должен быть план внеурочной деятельности, который должен включать 5 разделов, то есть это те же самые разделы по направлениям развития личности ребенка. И формы, которые предлагались ранее для проведения внеурочной деятельности, остаются теми же. Но кроме этого, в этом пункте отмечается, что образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают план внеурочной деятельности. Все общеобразовательные учреждения Кемеровской области это уже сделали, потому что был рекомендован и также прописан в методических рекомендациях план учебный и предлагаемый или рекомендуемый план внеурочной деятельности для всех общеобразовательных учреждений Кемеровской области. Но по результатам проведения курсов повышения квалификации для руководителей и заместителей общеобразовательных учреждений, у нас выяснилось, что в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области испытывают большие трудности по организации внеурочной деятельности и реализации программ, которые были разработаны в общеобразовательных учреждениях. Поэтому в связи с этим мы постарались на курсах эти разъяснения внести по организации и проектированию плана внеурочной деятельности. И надеемся, что у вас вопросов по организации внеурочной деятельности будет намного меньше, чем было в этом году. И мы постараемся оказать вам любую помощь в проектировании данного плана по внеурочной деятельности. Следующий пункт 19.11, который также был добавлен, его тоже не было в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, где прописана система условий реализации основной образовательной программы. И описание имеющихся условий, которые обозначены в данном пункте, это кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-методические и информационные обеспечения. И также есть необходимость в структуре основной образовательной программы, где будет эта система условий прописываться, обосновать необходимые изменения в имеющихся условиях уже в соответствии с теми приоритетами, которые были расставлены образовательным учреждением и отображены в самом главном механизме реализации требований стандарта в основной образовательной программе. Кроме этого, школам рекомендовалось и ранее создать сетевой график или так называемую дорожную карту по формированию необходимой системы условий. Если данного документа, то есть такой дорожной карты в общебразовательных учреждениях нет, то ее сейчас рекомендуется составить и основанием для составления такой дорожной карты будет являться КОМ-1911. Следующий пункт, который был добавлен в Федеральный государственный образовательный стандарт, это пункт номер 28. Связан этот пункт с психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы. В этих психолого-педагогических условиях, как в новой форме введения как в саму структуру основной образовательной программы, так и в реализацию условий данной программы, необходимо рассмотреть преемственность содержания формы организации основной программы, учет специфика развития обучающихся, формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, вариативность направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, разнообразие уровней психолого-педагогического сопровождения и вариативность форм психолого-педагогического сопровождения. И сейчас мы с вами после того, как рассмотрели, какие пункты были внесены в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, перейдем к рассмотрению этих трех разделов, которые сейчас предлагаются на основании данного приказа внести как изменения в основную образовательную программу. Таких разделов будет сейчас три. Это целевой, содержательный и организационный. Это целевой, содержательный и организационный разделы будут содержать все те девять пунктов, которые были обозначены и ранее в основной образовательной программе начального общего образования. Первый целевой раздел содержит три пункта. Это пояснительная записка, планируемый результат освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Как вы видите, коллеги, в целевом разделе находятся три пункта, которые были ранее обозначены в пунктах основной образовательной программы, уже вами составлены. Это пункт номер один, пункт номер два и, прошу прощения, здесь техническая ошибка, пункт номер девять. То есть система оценки это не пункт номер три, а пункт номер девять. Эти разделы программы теперь будут находиться у вас в целевом разделе основной образовательной программы. Теперь давайте посмотрим с вами, что должно быть перенесено в содержательный раздел основной образовательной программы. Это те программы, которые были под пунктами 4, 5, 6, 7, 8, но только немножко произошли некоторые изменения и в некоторой интерпретации. Представлены теперь по-иному. Вот если пункт номер четыре программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся на ступени начального общего образования, она у вас и была, и так сформулирована была, и так она и останется в содержательном разделе. В пункте пятом, который у вас ранее был в основной образовательной программе, он у вас назывался так. Программа отдельных учебных предметов, курсов. Но сейчас в новой интерпретации и в связи с изменениями еще в этот пункт будет добавлена программа внеурочной деятельности. То, чего нам как раз и не хватало. То есть те программы внеурочной деятельности, которые разрабатывались образовательными учреждениями, мы про них только писали. То есть через что реализуется внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении. А сами программы писали отдельно и выносили их в приложение данной программы. Теперь это обозначено в пункте номер пятом, который был ранее у вас обозначен, и сейчас он будет перенесен в содержательный раздел. Следующая программа, программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Ни по названию, ни по содержанию программы изменений нет, поэтому как она у вас была прописана в пункте номер шесть, вашей основной образовательной программы, сейчас она переходит в содержательный раздел в том же виде. А вот программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. У нее немножко поменялась формулировка. И сейчас эта формулировка следующим образом звучит. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. То есть здесь идет добавление к данной программе, где будет составляющая, направленная на формирование экологической культуры младших школьников. И восьмой пункт вашей прошлой программы, это программа коррекционной работы, также будет сейчас находиться в содержательном разделе. То есть в содержательном разделе находятся сейчас пять программ, которые и были у вас в вашей основной образовательной программе ранее, но с некоторыми изменениями. В большей степени изменению подвержен наш организационный раздел, который находится в основной образовательной программе на третьем месте. И из прошлой программы туда перенесен только базисный учебный план начального общего образования, который у вас находился под пунктом номер три. И в этот же организационный раздел сейчас рекомендовано приказом о внесении изменений в структуру основной образовательной программы внести пункты план внеурочной деятельности и систему условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. Таким образом, коллеги, мы с вами из таблицы видим, все, что выделено жирным шрифтом и подчеркнуто, это есть те добавления, которые вам необходимо с учетом ваших условий образовательного учреждения внести в структуру основной образовательной программы. Ну, сейчас мы немножко поподробнее про них поговорим. Первый целевой раздел, который обозначен будет у вас теперь цифрой 1 в основной образовательной программе, включает три пункта. Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимся основной образовательной программы и систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. По данному разделу практически никаких изменений нет, кроме того, что вам просто нужно перенести пункты прошлой вашей программы вот в этот целевой раздел. Если у вас по данным пунктам есть какие-то вопросы, либо вам необходимо сделать в этих пунктах доработки, в тех методических рекомендациях, которые вы сейчас можете скачать, либо скачать их позже, полностью и очень подробно еще раз разъясняется, что должно быть в пояснительной записке, что должно быть отражено в планируемых результатах и что должно быть прописано в системе оценки. И очень многое в настоящих рекомендациях, очень многое рассматривается из того, что было уже прописано в ранее опубликованных методических рекомендациях. Поэтому в целевом разделе существенных изменений быть не должно, а то есть должно быть только внесены те корректировки образовательными учреждениями, которым вам ранее не хватало. Следующий, второй раздел под номером 2, содержательный раздел, он должен включать в себя все программы, которые мы ранее перечислили, и теперь этот раздел будет состоять из пяти пунктов. Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных предметов курсов, в том числе программа внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. И вот та формулировка, единственная, которая изменилась в программе формирования здорового образа жизни, сейчас звучит как программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. И также пятый пункт или пятая программа, это программа коррекционной работы. По данному разделу, что касается внеурочной деятельности коллеги, в наших методических рекомендациях, которыми вы сейчас можете воспользоваться, подробно пункт 2.2 расписан. Там указаны как тот рекомендованный план внеурочной деятельности, который был рассмотрен на коллеге Департамента образования и науки в прошлом году, так и представлена структура рабочей программы по внеурочной деятельности, которая была обозначена и разработана нами ранее и представлена в учебно-методическом пособии организации внеурочной деятельности младших школьников в условиях реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта в части 1. И также приведены в методических рекомендациях рекомендуемое оформление рабочей программы по внеурочной деятельности, но здесь следует подчеркнуть следующее, что вы можете в своем общеобразовательном учреждении разработать собственную структуру программы по внеурочной деятельности, но данную структуру рабочей программы по внеурочной деятельности вы должны будете прописать в положении о внеурочной деятельности. Иначе, если у вас эта структура не будет прописана в положении внеурочной деятельности, то при проверке может быть сделано замечание общеобразовательному учреждению. То же самое касается новой введенной программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. Эта программа должна включать в себя цели, задачи, результаты, описание ценностных ориентиров, направление деятельности по здоровью сбережения, обеспечение безопасности формирования экологической культуры обучающихся, модели организации работы, критерии показателей эффективности деятельности общеобразовательного учреждения в этом направлении, также методику инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов. Наиболее полные рекомендации по проектированию данной программы, ну или по внесению этих изменений в сфере формирования экологической культуры младших школьников, вы можете посмотреть и ознакомиться в наших методических рекомендациях. Следующий, третий организационный раздел содержит теперь три пункта. Первый пункт – это учебный план начального общего образования, который у вас и был теперь как составная часть основной образовательной программы. Вторым пунктом, согласно уже внесенному изменению в пункт 19.1 Федерального государственного образовательного стандарта, еще в программе прописывается план внеурочной деятельности, тоже как составная часть основной образовательной программы. И третье, чего не было в основной образовательной программе, и мы это постарались просто прописывать в пояснительной записке основной образовательной программы учреждения, сейчас отображается система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. При этом отмечается, что учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами, потому что в них прописывается тарификация и обозначаются условия реализации урочной и неурочной деятельности. Ну и подчеркивается, что количество учебных занятий за 4 года должно быть не менее 2904 и не более 3345 часов. План внеурочной деятельности у нас включает следующее. Кроме того, что вы будете просматривать и уже с ним ознакомились, с рекомендуемым планом, еще раз подчеркнем, коллеги, что это рекомендуемый план, и вы можете составить свой план внеурочной деятельности самостоятельно, исходя из тех условий, которые в вашем общеобразовательном учреждении имеются. Но кроме этого, состав и структура направлений у нас сохраняется. То есть вы можете выбрать направление от 2 до 5, что мы ранее также проговаривали и рекомендовали, в зависимости от тех условий, которые есть в общеобразовательном учреждении. Формы организации внеурочной деятельности остаются теми же самыми, но по результатам общения на курсах повышения квалификации с руководителями и заместителями руководителями и ректоров есть рекомендация пересмотреть некоторые формы организации проведения внеурочных занятий и сделать акцент больше на проведении занятий в активной форме. Следующее, что необходимо учесть, это количество часов, которое нам необходимо также прописывать каждый год в плане внеурочной деятельности. Объем внеурочной деятельности за 4 года должен составлять 1350 часов. Это не значит, что вы 10 часов в неделю должны реализовывать обязательно. Это значит, что вы берете на первый класс 10 часов, которые рекомендуется проводить еженедельно, умножаете их на 33 учебные недели и на класс у вас в течение года должно быть реализовано 330 часов. То есть вы можете составить план внеурочной деятельности, исходя из ваших условий, неравномерно реализуя те программы, которые с учетом их специфики должны быть реализованы в вашем образовательном учреждении. Но чтобы не выходить ни за рамки закона, ни за рамки других норм, нужно еще учитывать разъяснение по организации внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений в Кемеровской области, которое было отправлено письмом Департамента образования и науки Кемеровской области от 21 октября 2011 года под номером 643-06. И еще раз подчеркнем, что образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Руководствуется оно условиями кадровыми, материально-техническими, финансово-экономическими и разрабатывает в соответствии с утвержденным планом то расписание внеурочной деятельности, которое входит в рамки СанПИМов и не перегружает ни педагогов общеобразовательных учреждений, ни детей. Приказы Минобранауки России 26 октября номер 1241. Есть разъяснение по тому, что в очень многих учреждениях Кемеровской области отсутствуют возможности для проведения внеурочной деятельности непосредственно в стенах школы. Поэтому при отсутствии возможности, согласно данному приказу, для проведения внеурочной деятельности в рамках соответствующих государственных муниципальных зданий, формируемых учредителем, необходимо использовать возможности центров докобразования, организации культуры спорта и других учреждений, с которыми можно будет составить договорные отношения и в рамках сотрудничества проводить данные занятия по внеурочной деятельности. Для внеурочной деятельности заключены договоры о взаимодействии с УДОТ, организацией культуры и спорта. Данные договоры разработаны и заключены в соответствии с действующими нормами и уставом образовательного учреждения. Поэтому есть необходимость еще раз пересмотреть, все ли внесено в устав, так как на самом деле должно отображаться в рамках федерального государственного образовательного стандарта. И если у вас до сих пор есть вопросы по внесению изменений в устав общеобразовательного учреждения, то 13 января было проведено семинар-совещание совместно с пьюторами. И там рассматривались возможные варианты и примеры, которыми могут воспользоваться образовательные учреждения. И эти материалы вы можете также взять с сайта нашего института, в разделе подразделения кафедры начального общего образования, семинары с тьюторами и найти число 13 января 2012 года и взять оттуда эти материалы. Эти же самые материалы отображают необходимость внесения изменений в должностные инструкции руководящих и педагогических работников общеобразовательного учреждения. Следующее, что мы должны учесть для внеурочной деятельности при заключении договоров о взаимодействии с различными организациями. Дополнительно должно быть создано необходимо нормативно обеспеченное связанное с внеурочной деятельностью. То есть, например, у модели школного полного дня, где эта модель может быть либо прописана отдельно и утверждена, либо внесена в положение о внеурочной деятельности. Кроме этого, вы можете к трудовым договорам заключить дополнительные соглашения, где будут необходимые условия оплаты и организации таких мероприятий отображены. Кроме этого, необходимо в документах уточнять и конкретизировать порядок выполнения требований стандарта при реализации внеурочной деятельности и использовании ресурсного обеспечения. Почему в этом есть необходимость? Потому что именно образовательное учреждение и школа, согласно трехстороннему договору, будет отвечать за те результаты, которые будут получены в конце четвертого класса при реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования, которая в организационном разделе стоит пунктом третьим, должна быть разработана или прописана в следующих направлениях. Это кадровые условия, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, информационно-методические. Исходя из возможностей, которые нам предоставили наши практики, пилотных школ и методических площадок, есть, так скажем, смысл или, наверное, результативнее всего будет разработать данный пункт с учетом того, что вы разработаете в сетевом графике или дорожной карте по формированию необходимых систем условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. Я благодарю вас за внимание и готова буду сейчас ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, коллеги, их обозначайте, пишите и отображайте их внизу. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Вы их можете писать в чате. Коллеги, вопросов нет. Структура программы теперь у нас очень легкая. Всего три раздела содержит. Сейчас попробую. Вот пошел первый вопрос. Установлено ли количество обучающихся группов по внеурочной деятельности? Коллеги, количество обучающихся группов по внеурочной деятельности должно отображаться в положении внеурочной деятельности, потому что те программы, которые вы разрабатываете, они имеют определенную специфику. Поэтому вы можете прописать в положении внеурочной деятельности конкретно в каждой программе то количество детей, которое у вас может посещать данные занятия. Кроме этого, есть еще малокомплектные школы, которые привлекают к проведению занятий внеурочной деятельности не только первоклассников, но и вторые, третьи, четвертые классы. И учитывая специфику программы, также могут обозначать в положении внеурочной деятельности количество детей, посещающих данные занятия. Я ответила на ваш вопрос. Учебный план должен быть на все четыре класса или только на один класс? Учебный план, который будет разрабатываться ежегодно, у вас разрабатывается, вот если вы имеете в виду этот учебный год, то учебный план в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, он у вас утверждается на один год, то есть на первый класс. В следующем году у вас учебный план будет составляться в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на первый и второй класс. Что касается плана внеурочной деятельности, то если общее образовательное учреждение не малокомплектная школа, то план внеурочной деятельности точно так же составляется на каждый год. При этом мы должны каждый год учитывать рекомендации Департамента образования науки Кемеровской области и составлять или проектировать план как учебный план, так и план внеурочной деятельности в соответствии с рекомендациями определенными Департаментом образования науки Кемеровской области. Следующий вопрос. С какого месяца заполнять журнал по внеурочной деятельности? Коллеги, это тоже решать вам. В первом классе есть период, который мы называем период адаптационный. И первые два месяца вы можете не проводить занятия по внеурочной деятельности, но при этом вам необходимо это указать также в положение внеурочной деятельности, как документа, который регламентирует вашу деятельность при организации и реализации внеурочной деятельности. Поэтому если вы решите, что в адаптационный период вы не будете проводить занятия по внеурочной деятельности, соответственно план, который у вас будет реализовываться, будет начинаться уже со второй четверти. И журналы по ведению занятий по внеурочной деятельности вы также будете ввести в соответствии с теми числами, которые у вас будут обозначены в расписании ваших занятий по внеурочной деятельности. Следующий вопрос. Нужна ли рецензия и рабочая программа на программу, разработанную по заказу Министерства Российской Федерации и изданную издательством просвещения? Коллеги, вопрос по рецензии в программ внеурочной деятельности задают очень многие. Мы вам можем только сказать следующее, что при любой проверке, любой контролирующей организации, почему обращается внимание на рецензирование программ по внеурочной деятельности? Во-первых, вы можете рецензии не получать, это лично дело каждого общеобразовательного учреждения. Но тогда вы должны будете ту структуру рабочей программы внеурочной деятельности, которая у вас прописана в ваших программах, обозначить в положении внеурочной деятельности. И, так скажем, вот те программы, которые будут разработаны вами, они могут быть утверждены директором школы. Но некоторые контролирующие организации все-таки в этом году требовали рецензии внешне на эти программы. Как будет в следующем году, мы вам пока ответить не можем. Возможно, когда уже установится механизм к следующему учебному году по реализации, по организации внеурочной деятельности и реализации программ, написанных вами, эта необходимость просто отпадет. И будет достаточно только утверждения программ самим директором общеобразовательного учреждения. То же самое касается программ по предметам. Программа по предметам у вас рецензируется только в том случае, если туда вносятся какие-то изменения с учетом специфики образовательного учреждения, либо с учетом специфики проведения каких-то отдельных предметов. Во всех остальных случаях рабочие программы по учебным предметам внешней рецензии не подвергаются. Они только утверждаются внутри общеобразовательного учреждения. Следующий вопрос. А нужны ли внутренние рецензии? Вообще, коллеги, понятия внутренней рецензии, ну такого понятия нет. Потому что внутренняя рецензия это есть утверждение директором общеобразовательного учреждения любых программ. Какие бы это программы у вас ни были, программы духовно-нравственного развития воспитания младших школьников, либо это рабочая программа по предметам, либо это рабочая программа по внеурочной деятельности. Все документы, начиная с основной образовательной программы и ее разделов, утверждаются директором школы. Еще вопросы, коллеги, есть? До какого времени возможно движение в группах во внеурочной деятельности? Как это движение фиксировать в журнале? По проведению, так скажем, ряда мероприятий с пилотными школами, мы убедились в том, что в тот период, тот же самый адаптационный или первое полугодие первого класса, это период самоопределения ребенка, младшего школьника. Как ребенок, так и его родители могут принять решение о переходе с одной программы на другую, то есть о переходе или выборе других занятий по внеурочной деятельности. Но вот это самоопределение уже заканчивается к началу второго класса. То есть как дети, так и родители уже определяются, в каком им направлении дальше посещать занятия по внеурочной деятельности. И в этом направлении они дальше продолжают обучение со второго класса. Теперь, как это фиксируется в журнале? Вы в журнале, когда у вас ученик на уроках куда-то, ну по какой-то причине выбыл варит, у вас просто в этой строке написано «Выбыл в такой-то класс или куда-то». То же самое вы фиксируете в журнале или в какой-то другой форме отчетности, где вы учитываете занятия по внеурочной деятельности, вы точно так же пишете, что ребенок выбыл либо по собственному желанию, либо на, так скажем, посещение других занятий. Если они обозначены программой, то можно, ну это можно будет отобразить в журнале. Следующий вопрос. Можно ли без изменений взять для реализации программы победителей и лауреатов регионального конкурса? Если вы имеете в виду конкурс региональный или наш областной конкурс, который был проведен в феврале-марте 2011 года, и на сайте института размещены программы лауреатов и победителей, вы их можете использовать в вашей практике без изменений, но вы пишете рабочую программу. И разработчиком рабочей программы по внеурочной деятельности являетесь вы. Если вы эту программу берете без изменений, то вы все равно являетесь ее реализатором или разработчиком. Поэтому на титульном листе рабочей программы по внеурочной деятельности вы должны указать, что вы являетесь составителем данной программы, а в пояснительной записке указать, что данная программа разработана на основе конкурсной программы такого-то лауреата или победителя, и дальше можете оставлять без изменений, если у вас эта программа может быть реализована без изменений, с учетом условий вашего общеобразовательного учреждения. Еще коллеги, есть вопросы? Так, может быть, я на чей-то вопрос не ответила? И вам спасибо. Коллеги, может быть, кто-то уже начал вносить изменения в структуру самой основной образовательной программы? У вас есть вопросы, связанные с ними? Вот еще один вопрос. Программа отдельных учебных предметов должна быть разработана только на 4 года или только на 1-2 класс. Программа отдельных учебных предметов. Вы можете принимать решения по данной разработке и утверждению программы внутри общеобразовательного учреждения. Если вы считаете, что у вас будут внесены какие-то изменения в 3-4 класс, вы можете оставить их до того времени, когда придет время разрабатывать программы на 3-4 класс по учебным предметам. Но в структуру основной образовательной программы у вас, когда у нас, то есть к 1 сентября 2015 года, у вас уже в структуру основной образовательной программы начального общеобразования будут входить все рабочие программы с 1 по 4 класс. Пока 1 сентября 2015 года не наступило, вы можете данную программу разрабатывать и утверждать по мере необходимости. То есть в данный момент у вас может быть сейчас утверждены только программы 1-го класса по предметам, и вы сейчас начинаете разрабатывать или использовать материалы, разработанные авторами системы учебников и учебно-методических комплектов для разработки рабочих программ по предметам. И на 2-й класс данной программы составлять. Следующий вопрос. Должно ли быть отдельное положение о портфолио? Если вы считаете необходимым, вы можете прописать отдельное положение о портфолио, смотря какие цели вы преследуете. Если у вас портфолио, как та технология, которая будет являться оценкой достижения результатов, которую дети достигают в процессе внеурочной деятельности, то вы это можете включить в положение внеурочной деятельности. Если вы используете технологию портфолио как на урочной, так и во внеурочной деятельности, и если вам это будет удобно, вы можете разработать отдельное положение о портфолио в вашем образовательном учреждении. Коллеги, конечно, большое спасибо, что вы уже пишете спасибо. Нам может быть прощаться еще рано, 15 минут у нас еще с вами общение. Поэтому можем обсудить все вопросы. Коллеги, может быть, кто-то уже успел просмотреть методические рекомендации, их скачать, и, возможно, в процессе нашего с вами общения уже кто-то что-то посмотрел, какие-то разделы, может быть, там возникли какие-то вопросы у вас. Если вопросов у вас нет, то мы будем ждать, так скажем, ваших отзывов, если вы начнете сейчас или приступите, или уже приступили к реструктуризации основной образовательной программы, если у вас будут возникать вопросы, вы можете всегда написать нам на адрес нашей кафедры. Адрес нашей кафедры указан практически во всех презентациях, которые мы размещаем на сайте нашего института. Ну, его уже наверняка многие знают, я еще раз его повторю. Маленький английский букву без пробелов в каф.м.о.собакамайл.ру Пожалуйста, можете туда писать свои вопросы. Возможно, у вас нет какой-то необходимой информации, которая для вас сейчас является очень важной. Можете к нам тоже обратиться с этой просьбой. И мы в кратчайшие сроки постараемся ответить на все ваши предложения и замечания. Вот еще один вопрос появился. Должно ли ли быть отдельное место в программе семейной форме образования? По семейной форме образования, если я правильно понимаю, это та форма образования, которая обозначена по взаимодействию школы и семьи. То есть взаимодействия родителей и школы. Это вы можете обозначить в разделах основной образовательной программы, где это может быть отображено. Это может быть отображено на первом месте. Вот и в стандарте про это прописывается, говорится. Это может быть отображено в рабочих программах по внеурочной деятельности. Там, где вы по специфике и с учетом условий реализации вашей программы обозначаете, что вам есть необходимость реализовывать ее совместно с родителями. И там вы можете обозначить. Это первое. Второе. Есть программы, которые во многих школах уже отрабатываются. Это программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, где тоже подразумевается совместное проведение мероприятий вместе с родителями. Там в этих программах тоже можно это обозначить. Но как отдельной программы семейного образования вы можете ее разработать, если она вам нужна, действительно нужна. Вы можете ее разработать отдельно и утвердить приказом по школе. Можно сделать так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще вопросы, коллеги, есть? Продолжение следует... Коллеги, возможно, вы сейчас уже после проведения курсов с руководителями, заместителями общеобразовательных учреждений возможно, может быть, наверняка пересмотрели план на следующий учебный год. Если с этим тоже возникают вопросы, пожалуйста, пишите. Какой срок изменений в программу? Срок изменений в программу не обозначен, потому что по Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования уже пришло второе изменение. И поэтому у вас все равно будет вестись корректировка и вы будете добавлять какие-то разделы в основную образовательную программу, которая касается второго класса, какие общеобразовательные учреждения это не сделали, то мы так думаем, что данные изменения вы можете вносить до конца учебного года. Отдельная благодарность лицею 22-го города Белово. Очень активно задаете вопросы. лицея 17. Мы вам тоже очень благодарны и за работу, и за теплое сотрудничество. Какой датой утверждается программа? Если мы говорим про основную образовательную программу начального общего образования, то основная образовательная программа должна и все ее разделы утверждаться до 1 сентября очередного учебного года. Поэтому если вы вносите корректировку в основную образовательную программу начального общего образования, которая у вас была утверждена до 1 сентября 2011 года, то при внесении корректировок изменения структуры она у вас будет утверждена до 1 сентября 2012 года и все ее составляющие в том числе. Коллеги, еще пользуюсь случаем, пока вы думаете, какие вопросы задать или написать. Еще поясню вам по тем вопросам и ответам, которые возникли у руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений при работе с ними в ноябре, декабре и январе. Мы составим обязательно аналитическую справку, мы про нее говорили, но с учетом ответов, которые мы проконсультируемся в Департаменте образования и науки, мы эти вопросы и ответы разместим также на сайте нашего института. В большей степени эти вопросы касались, конечно же, внеурочной деятельности и реализации как программ, так и по формам взаимодействия с центрами докобразования. Поэтому эта информация будет размещена. Мы постараемся это сделать до конца февраля. Еще один вопрос. А, нет, прошу прощения, мы уже на него ответили. Ну, коллеги, если у вас больше нет вопросов, я тогда благодарю вас за внимание. Спасибо за сотрудничество и работу, которую вы делаете. И если у вас будут вопросы по ходу реструктуризации вашей основной образовательной программы начального общего образования, пожалуйста, пишите нам на адрес нашей кафедры или задавайте лично при встречах на наших семинарах и курсах. Спасибо.